Так, у Sonic Kids уже 8 поинтов, грубо говоря, и если сейчас Jiggermaster с ним проигрывает, то они получают максимум 8 поинтов, а значит они уже не выходят. Смотри, получается, да, то есть Jiggermaster, получается, у них... Ну, если они хоть один матчат проигрывают... Если сейчас они проиграют, у них будет 4 игры, и при этом максимальное количество 8 очков, да, они не смогут выиграть. То есть, если сейчас команда Jiggermaster проиграет, то... Ну, если команда вместе хоть кому-то проиграет, там, хоть 2-1, хоть там как, то они уже все... Начинается у нас тем временем пики-баны, сейчас открою я здесь еще в отдельном окне, и это, чтобы можно было... Да, на 4-е место мы, кстати, кого там ставили? Я, вроде, ставил Sonic Kids. Ну, я... А ты вроде USA, 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 USA? Да, да, я думаю, что завтра USA, USA выиграть. Ну, посмотрим. Пока что Sonic Kids более чем идут вперед. Угу. Хотя странно, опять же, был бан по Фералу, такой крайне странный, непонятный. Банится теперь ШП, но Ферал все равно Фритрусу постоянно-постоянно банится, без каких-либо правил. Ну, он банится, и сейчас сразу же банится ШП, то есть, они не хотят играть против шаттера, это было, в принципе, понятно. То есть, лучше сыграть... И в чем они хотят играть, вот это интересно. Я думаю, что они также могут пойти в VLash, но не против шаттера, а против какого-нибудь там ШП, Лема... Не, ну не ШП, Лема, Лем Лока, там, например... Ну, я не думаю, что VLash стоит идти. Им надо сейчас забирать Афли Варлока и пытаться... Ты мой Лема банили разве? Не помнишь? Эээээ... Кому именно? Эээ... Варлоки... И... Пиро подрубается... Да, в Пиро там что-то будет поинтереснее. Сейчас определенно что-то... Ну да, скорее всего, будет MLH, потому что Райлс именно в MLH, отыгрывал, отыгрывал немало. Он еще в MLH, он еще отыгрывал и MLP, то есть, ну, не с Шаманом, а с Престом. То есть, Эко, например, может пойти за дисциплиной Преста или за Холи Преста. Ну, нет, Эко — это именно ШП. Это и не Холи, и не дисциплина, это именно ШП. Это инфа 100, что это именно ШП. Да, может быть, он и может в дисциплине играть, но в данный момент он играет именно на ШП. Угу. И спорно, пойдет ли он или не пойдет вообще. И Афли Варлок, с кем же они будут? Думают, думают команды. Банится, кстати, Лема и банится Рестор Друид. В принципе, ну, чисто можно на пофиг тратить ЛСД хоть с Рестор Шамана. То есть, ЛСД в два Шамана? Ну, почему бы нет, например. Того же Варлока закрывает, заспамивает. Ну, чисто по тратить. То есть, тема, мне кажется, такая вменяемая, особенно против МЛШ. ЛСД себя и будет чувствовать больше. Ну, для начала это будет МЛД и, в принципе… Это даже может быть МЛШ, а не МЛД. Думаешь? Скорее всего. Почему это? Потому что очень часто именно в МЛШ играл Райлос. Ну, не совсем успешно. Если это будет ВЛШ против МЛШ, то ВЛШ довольно-таки нормальный сочет. Ну, ВЛШ… ВЛШ против МЛД будет намного хуже. Ну, как это не смешно? Ну, по идее, да. То есть, вроде бы как Тримор там появляется, но пофиг на это Тримор, то есть… Да нет, Тримор там… Во-первых, ну, чисто так если посмотреть, то Мага хорошо хилит только Друид и только Прест. Все остальные хилят его намного хуже. Ну, в частности, Шраман, потому что под Спампуржем, если вот именно Спампуржить Мага, то под Друидом и Престом он терпит не так сильно, а вот именно Шраман он терпит намного сильнее. Угу. То есть, ну, с паладином то же самое. Ну, потому что баф на нем… А с паладином вообще тем более бафа не будет появляться. А кто интересно с ДК идет играть? Фритерос или Клонярик? Скорее всего, Фритерос. Скорее всего, Фритерос. Ну, вариант хороший, вариант реально хороший. МЛШ… сейчас посмотрим… МЛД это… Ты можешь просто прессануть, как котят, грубо говоря. Ты можешь залететь и просто раскидать их всех, на самом деле. То есть, просто взять и раскидать. Но, опять же, хочется узнать, насколько Фритерос, как сказать… А может, Клонярик это? Не, это Фритерос, скорее всего. Может быть, и Клонярик, но, скорее всего, Фритерос. Именно Фритерос. Знаешь, ну, для них сейчас как бы… для них сейчас и решается. Молнитоус. Да, это Фритерос. Это действительно Фритерос. Кристина, по-иди, там, у тебя… О, нет, ты, смотрю, еще не готова. Ну, ладно. Так, и это действительно Фритерос. Ну, шклив сетап мощный, но очень сложный. Вот, как не смешно звучит, вроде бы, ну, они тупо делают что-то непонятное, но чтобы реально показывать в нем что-то сильное. Знаешь, иногда в шедукливе хватает просто того… Хватает того, чтобы просто не умереть, если ты не умираешь. Да, да, да. Так, не умереть сложно, понимаешь? Даже не всегда. Ну, не всегда. Не споришь, не всегда. Здесь, например, все не будет настолько сложно. Но иногда шедукливе даже… Ну, как я тебе и говорил, вроде бы ДК Лем. Ну, со стороны вы подумали, что сильнее, ДК Лок или ДК Лем? Ну, тупо со стороны. По мне, ДК Лок намного сильнее должны быть. Ну, почему-то ДК Лем в итоге сильнее. Вот почему-то. Видимо, из-за того, что шедуклив хилит именно шаман, а ДК Лем хилит в основном прист или друид. Ну, как-то… Как-то, может быть, на этом почему-то сильнее прист становится, чем шаман. Но, опять же, моменты спорные. Ну, шамана, может быть, сложно убить. Ну, и лем шамана они такие. Сейвов у них нет, у них есть шаманистика, но шамана и лем шамана реально сложно убить. Ведь, когда у него появилась шаманистика, вот до шаманистика, и лем шамана это был даже не класс, это было мясо. Это было просто мясо. Играющее только в пятерки. Ну, когда-то у лем шамана был встроенный шаманистик вообще. Встроенный шаманистик? Да. Ну, это когда он прокладывал составные сайлансы. А, ну, это в ваттлки было. Ну, встроенный шаманистик – это тема нормальная была, но если сейчас у шамана забрать шаманистик, они просто исчезнут с арены. Они именно исчезнут. Ну, и отлично будет. Я думаю, арены только выиграют от этого. Если туда еще отправить шп с фералами, вообще будет отлично. Ну, в этом смысле нет. А арена будет зрелищной. Это факт. И туда же еще часть хантов отправить. То есть хантов как-нибудь усложнить, чтобы они вообще… Ну, их там вроде нерфят нормально. Ну, их нерфят, да, их нерфят очень хорошо. То есть их, в принципе, уже, считай, третий сезон в Пандаре их будет нерфить. Ну, опять же, въезды иногда от ПХД, они… Ну, бывает, что ПХД заезжает за Сайленс, и снимаете за Сайленс все хп, и что там ни кроты поверх. Просто пачка, и даже не знаю, что надо сказать иногда. Чем на арене меньше гибридов, тем арена зрелищнее, красивее, и как-то… Ну, да. Как-то больше… Как-то больше просто вообще всем нравится. И, конечно, нам скилла больше. Чем, знаешь, гибриды, скиллы – это как бы разные. Разные вещи, да? Ну, в принципе, да, такие есть. Ну, понимаешь, если впадают какие-то абсолютно уже такие крайности, то есть… Ну, у Мункина… У Мункин гибрид – это даже сильнее, чем у ШПН. Он очень может сильно заславливать, задрачивать, и может именно давать своей команде жить. И, опять же, ждать какого-то рандомного прока, например… Ну, не знаю, правда, с кем. В идеале Мункин с магом, там, Лиз Дестер Варлоком… Они могут просто тупо жить, 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 и на каком-то рандомном проке что-то сделать. То есть… Мункин – это как пол-хила. Вот это полноценные пол-хила вторые. То есть полноценные. А то и больше. И Фрид Руслан ДК. Смотрим. Смотрим на его игру. Я думаю, сейчас может Фрид подрубиться и что-нибудь нам… Да и покажет, чему он научился за последние недели-две, а то и три. На ДК. Потому что от него тут зависит просто все. Потому что этот стап… Они будут его подкачивать, откидывать, там… Подстанивать, там, поддамаживать, подсвичивать. И проблемы у него могут появляться… Ну, просто на ровном месте. Это да. Два секунды начала игры, друзья. Джаггер Мейстер против Сони Китс. Счет пока 1-1. Точнее, это счет 0-1. Да, 0-1 в пользу команды Сони Китс. Напомним, в первом матче Джаггер Мейстер в Элэше, играя против Шаттера, доиграли до 11 минут. Хотя, хоть и на 11 минуте и третьей секунде умер Клонярик, но это уже было не в счет тогда. Тогда это уже было не в счет. Они переиграли, они переиграли арену, но уже за счетом получив каждая команда по плюс 1 очку. Но, в общем-то, сразу, буквально на 30-40 секунде все это уже закончилось. Релоут делает Шау. Гу. Хорошо, финальный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Гу. Поехали. Посмотрим. И залетает, точнее не решается, не, залетает все-таки флит, а вытягивает тут сразу мага. Есть смысл? Нет, это непонятнейший мув, это суперглупый мув был, так что от флита, на самом деле. Видимо, он вытягивал мага, чтобы маг не сбил, но как маг собьет, если шаману нужно поставить грамотный. Макс в шипе стоит и больно по варлоку идут, заходят реально больно, но все-таки это не шп, все-таки это варлок, поэтому одного мага пережить, в принципе, можно. Шурка портуется, но Шаблгрид начинает немножко давиться, и это может быть не так хорошо. Но, опять же, Фритрус, Фритрус, ты должен работать, он стоит в зеленой стойке, Лич Борном снимает, но как-то вот Лич Борном, может быть, и западло снимать, и бежит в станет. Да, Шаблгрид не был контролем. Торинкета у него тоже нет. Его сейчас могут вообще самого прессануть, в зеленой стойке он стоит. Это не так страшно, что против кастеров, там, ну, плюс 10%, да, я уже по нему, и хп у него меньше, но бегает зато он быстрее. Руна кдшится быстрее, но это не так важно. У него оптайм тут не такой большой. Ну, оптайм будет тут реально маленький, и поэтому… Разницы особо не будет. Им нужно было фнобера вытягивать, фнобера вытягивать, например, со станом и прессовать его, то есть обязательно нужно это делать. Угу. Или, например, по тому же пир. Ну, надо именно прессовать кого-то, но этого не получается. Трискл пока бежит в масфере фулл овом, и проблема у его команды начинается очень быстро. Хилд тайда у него, кстати, тоже еще нету. Шиве отдается шурка, их просто очень-очень-очень сильно напрягает. Но Трискл сейчас должен выхилить всех, причем на фулл по идее. Да, и в принципе, что он делает. Но дается ему и Нес-циклон, в котором он стоит-стоит, и… ну, дэмэж, дэмэж же не так много по команде Райлза. Райлз сразу отбегает, когда у него начинают какие-то проблемы, там подыгрывают в пэто, почему бы и нет. Да, и поэтому умрет сейчас. В общем-то пытается… Фрит должен подсумолить сразу, но… Пытается как-то Ауэсуус, Фритурс, в общем, въес в ауражского варлока в пиро. И масфер по всей команде Фрит, еще и шип по шаману. Сейчас проблемы большие ушибки. Сейчас и у пиро, знаешь, такая тоже неприятная асфиксия. Вроде можно на него дамажить, но… Ну и ксю забавливаем между делами, а вот… То есть, как-то… Вот он сдал асфиксию, то есть, но при этом ни одного некротика он не повесил, то есть, он продолжает сливать руны на… ну, то есть, некроты мало, на самом деле, мало. Ну, учитывая, что он стоит зеленостойкий, действительно, как-то… ну, давай посмотрим, что он нажимает. Он нажимает мини-фуллит сейчас такие, которые любутают руны. Ребутает, да, любутает руны. И с вами домино-койла с него. Вот Койла потом, смотри, еще… Ну, этот удар за две руны, но он немножко спорный. Еще… А где некротики идти? Уже, например, секунд 30 не было. Ну… Вот этими ударами он их ребутает, но сейчас, по идее, должны уже пойти, вот прям сейчас. Дальше пошли. Сейчас уже должны были… Ну, а он 100% должен идти с некротой. 100% это гарантированно. Ну, уже где-то секунд 50 уже без некротика. Вот, смотри, с Татьянин и с некротой сейчас должны идти, но… Нет, другой удар по юзам. Еще что-то другой юзам. Ну, вот некротик есть, второй некротик. Ну, как-то странно у нас… Мне кажется, он вставляет, мне кажется, что он теряет десруны и теряет он их… Он случайно… Он, знаешь, как будто он тратит десруну не на некротика, а на другое что-то. Но он идет именно ударом, который две руны у него сжигает. Это… Это очень спорно. Потому что, например… Ну, против Друиды ладно, но против Шамана очень неплохо просто спам пушить. То есть… Ну, когда ты закрепляешься плохо, это даст. Ну, а Ситачим надо. В этом есть минус. Но Аситачим можно бить с рейнджа, там… А те же скипания крови можно отдавать просто на пофиг. Ну, вот считай, третий некротик, третий некротик за полторы минуты, но это не то что-то. Ну, определенно. Ну… Я бы сказал, что фейлэнд, да. В общем-то, да. То есть… Ну, Фрид, учитывая, что еще зеленостойки, что немаловажно. Вот Аситачи он сейчас дает… Сейчас должна быть некрота. Вот сейчас вот тупо должна быть тупо некрота. Вот. Он почему-то спамит эти удары, но… Да. Вот видно, что Фрид… Он… Сто процентов деструны у них еще уходит. То есть все. Он именно деструны куда-то сливает, потому что… Тем временем, смотри, в Треса подвес такой небольшой, то есть они вот вроде что-то пытаются делать, но дэмэдж он… Ну, в принципе, дэмэдж в целом Фрид будет большой, но он не напрягает вообще. То есть он не напрягает. Ну, некротика вот я смотрю до сих пор. Я смотрю тупо не за игрой даже, а что Фрид именно нажимает, я не понимаю, почему он именно это нажимает. Вот он даже нажал Bloodtap, если я не ошибаюсь, и с него должен быть некротик. Если он нажимает эту тему, с него должен быть… Это она дает десруну 100% прям сразу. И с нее обязательно сразу некротик. Вот, вот как сейчас и было, то есть Bloodtap и некротик. По шутке, кстати, между делом больно. Дивизион стоял, но… Смотри, экзекута раза закрывается атака, и… Смотри, блок убивается у нас уже. Вот сюда Уклифф как-то идет, как-то идет, и при этом, знаешь, они живут вот против МЛД. И Гаргуля подзывается между делом. Дерево, кстати, по идее, с Гаргуля и должно быть. Гаргуля, кстати, подзывается не так сразу. И между делом, что у Фрид проблемы большие. Ну, вряд ли. Личборн должен быть. Ну, Личборн-то есть. Он повезал. Он повезал Личборн за 3 минуты назад. Он повезал его. И он совершенно красную стойку. Нет у него ничего. Шарится. Шарится татент. Съедается камин, кстати. Под конец он съел. Но сейчас Шамана, скорее всего, возьмут и убьют. Да, разворачивается МЛД, МЛД разворачивается. И Райлс идет. А Сфикс ее дает перед Блинком. Да, Сфикс… Нет, он даже не перед Блинком. По-моему, это был Возврат во времени или Блинк. Точно не могу сказать. Но Возврат во времени был. Но тоже где-то там повезал. Но все равно. Это что-то из одного было. И Шедоу Клифф начинает просто ауешься. У Шамана нету маны. И сейчас в любую цель, абсолютно в любую цель можно играть. У Шурки нету ничего. Вообще ничего. Но раз, что он закрывается ПТ. Что-то Вулциклон-бланкет там. И Масфирей сейчас любую цель выбирает. Даже не знает, кого хилить. Вроде Дефризия Шурка, а умирает ДК. Да. Ну, это опять же Фрид. Фрид не тот ДК пока. Который должен играть. То есть не тянет. Это не уровень ДК реально. Я вот не понимаю, вот почему. Вот, например, некроты должно быть просто нереально много. Фрид всю игру спамит у Тарнет. Я не помню. Он, не, Женя, Женя банально. То есть вот у него 100% видно появляется. Он дает там спорш-страйки, там то-то, то-то. У него 100% есть дез-руны. 100%! У него есть моменты, когда там может быть. У него там может быть 3-4 газ-руны. И он их тратит не на некротики. Но он, видимо, их тратит на вот эти удары. Он просто... Если он тратит на удары за 2 руны, если ты тратишь 2 фиолетовых руны, этот удар бьет по факту он бьет 1020. Он не следит за этим просто вот и все. Ну, или следит, или плохо следит. Это я тебе точно скажу, что некротики. Ты просто забей. Если ты, например, вот если бы он так же бегал и спамил некроту просто в зеленой стойке всю игру. Я тебе отвечаю, даже я бы просто взял бы, прессанул этого друида просто в соло. Иногда можно просто бегать за друидом. Вот если ты чувствуешь, что тебя сейчас не убьют. Если ты знаешь, меня сейчас не убьют. Окей. Ты идешь и просто в зеленой стойке... А в зеленой стойке, ты знаешь, я даже не знаю, это просто... Рай. Это просто реально рай. Потому что ты бегаешь очень быстро, очень сильно. А если у тебя оптайм на цели хотя бы процентом 80, и ты тупо не умираешь, то вот поверь мне, кто-то там умрет. Кто-то возьмет и умрет, но оптайм у него был не сильный. Конечно, это фейл не его. Но опять же, если ДК в зеленой стойке на 80% оптайме сидит на ком-то, особенно если на вкусном варлоке. Потому что варлоки для ДК они реально вкусные. То есть если Blood Fierce снять, там просто Fierce снять, больше там ничего нету, и ты на варлоке закрепляешься, он там портуется, и ты быстро добегаешь до него, и ты варлоку просто уничтожаешь. И ничего не спасет его от этого. Но опять же, нужны некротики для этого. Нужны некротики, потому что некротики, грубо говоря, вступливие – это чистый дэмэдж. Потому что... Это как true дэмэдж. Да, это как true дэмэдж. То есть хилить-то надо, а прохиливать... То есть это дает нереальную проценту. Понимаешь, тут как бы... Знаешь, что вообще сейчас отличает хорошего ДК от плохого? Знаешь, в принципе, за любой ДК, на самом деле, за любой вечер вы играете, не сложно нажимать, не сложно нажимать, в общем-то, так сказать, рассылку этих всех дизизов там по всем. Да, в общем-то, как это там называется? Ну это, да, дизизы – это... Вообще раньше мор, но теперь это... Скипание крови. Бладбоил. Да, Бладбоил. То есть не сложно добежать до какой-нибудь цели, нажать туда зеленый удар, в который вершит два дизиза, и потом сидеть всю игру спамить Бладбоила. Ну, я могу тебе даже рассказать, что вообще должен сделать ДК, но представь, что он бегает, его никто не трогает. Не-не, это просто, я просто как бы, ну, именно о сравнении, то есть, знаешь, это несложно, это несложно делать, это может абсолютно каждый человек, ты нажимаешь одну кнопку, а потом другой кнопкой, ты раскидываешь дизизы, при этом это как бы, это то, что делает дэмэдж. Ну да. То есть, ты первый по дэмэджу. Но, что именно отличает ДК? Это когда ДК делает нормальный грипп у кого-нибудь пацана, закидывает в него асфиксию, ну, или там добегает взяли, только без гриппа, да, то есть. И тогда четыре некротика еще идет. Туда залетают четыре некротика, потом там, в общем-то... Да, надо именно сделать все так, чтобы было четыре некротика. Вот, просто там закидываешь 200 тысяч некротиков. Ну да. 300 тысяч закидываешь. Под проками даже там можно и 300 закинуть. И при этом еще в идеале, то есть, в идеале, чтобы у тебя еще один некротик появился где-то через секунды 5-6. Ну смотри, знаешь, как есть какая-то... Потому что, знаешь, может быть такое, что вот иногда они откачивают, то есть вот есть некротики в 200 тысяч, но ничего, не хилит, он бежит, бежит, он, ну, пытается тебя закатить, они спадут же, знаешь, и в идеале нужно обновить еще. Ну, некроты, вот, если не ошибаюсь, максимум некроты. Ну, если просто ни что-то, ни чего-то не выждать, то все. Убибнул нас, я смотрю. Ага. И вот эти маршруты. Смотри, некроты можно настакать, а как, ну, грубо говоря, за... тупо юзая их по очереди, можно сдать шесть некротиков подряд. Вот тупо юзая их по очереди. И это дается четыре фиолетовых руны. Они конвертятся очень просто. Например, ДК, если начинает играть, он в зеленые руны сразу дает доты, потом раздотывает всех опять, то есть, ну, например, два Блатбойла, потом просто подпурживает, подпурживает, ну, если не считать, что ДК, например, замедляет. У него уже все руны конвертятся в фиолетовые. У тебя прокнули фуы, если даже за Блатбойла ты кого-то не задотал, как раз под всеми проками тринкетов, это крайне важно для ДК, крайне важно, под всеми проками тринкетов ты даешь доты, там, с обилкой, которая, вроде, даже КД не ждет, я точно не помню, ждет, он не ждет. Ну, просто раз в минуту фул доты на таргет. Да. Именно с фуов их кидаешь, например, в основном кидается это в хила. Также хила ты можешь сразу подтягивать, у тебя руны все откдешиваются, подтягиваешь, даешь стан и просто туда же. Первое – экзекут, некротик, 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 и дальше какие-нибудь койлы, койлы, и все, иногда это можно даже сделать в МС. И это даст такой прессинг вообще по всей команде в целом, то есть именно по всей команде в целом это даст нереальный прессинг. Да, тебя могут, конечно, к сожалению, убить из-за того, что ты отдал МС как дурачок, но прессинг это даст нереальный. Слушай, секунду, почему? Ну, у нас ребята слишком рано зашли, там что-то произошло. Сейчас еще раз ливну, то есть? Да, да. Что такое? Да, там дрочит кто-то еще там. А спамер рунические удары, ну, бьет он, он там крит, у меня как-то критовал тысяч на 45 даже. Ну, критану у тебя на 45 тысяч, что, некротик один, некротик бьет, если я не ошибаюсь, он сами некротики, они не по 30 тысяч критуют, это раз, забирают они одну именно дес руну, это два, что не две руны, а одну. Угу. И то, что оставляет он там дебаф там тысяч на 50, то есть он, хотя бы с одним броком 50 тысяч он точно оставляет. Ну, 40 это минимум. Угу. Ну, 40 тысяч прохила надо сделать, чтобы прохилить некротик. Ну, да. Ну, да. У меня шаманы через это прессуются и легко, реально. То есть если у тебя все фулы, там еще сильные доты какие-нибудь, вся на шамане, ты его подтягиваешь с асфиксией, оставляешь на него пачку некроты с экзекутом и там еще Unstable VC, то шаману крайне сложно. Другой-то чуть попроще, потому что у нас ДК может хотя бы оторваться и может быть каким-то ласт-тендом, который, независимо от некротиков, поднимет тебе хп. Ну, там ласт-тенд, барскин, то есть внутренние такие вини-штучки, они как бы позволяют тебе сразу не умереть и на охотах там или дожить до того, что ты можешь до грибов побежать. До грибов можно даже не побежать, ну, можешь просто двигаться. Если тебя подтягивается с асфиксией, что реально важный момент, друид на свичи можно идеально, если ты просто бегаешь, 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 и с другой는지 сама тебе подошел. Он может бы там добашь, неважно. Ну, друид рядом с тобой. Ты ж асфиксируешь. Просто бежишь в него, начинаешь его просто бить, ломать. И друид от тебя уже достаточно сложнее, потому что если двинкнется, то ты его грибнешь. И даже если он вдруг под спринтами убегает, ты можешь грипнуть, ты можешь его там побить, 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 и потом еще раз грипнуть, и только тогда он сможет гликнуться. Но опять же, это как бы в это время он не сильно хилит своих тиммейтов, а даже если сильно, бывает такое, что дурит в дереве и еле справляется. По-разному, все по-разному. От ДК, как ни смешно, но демидж ротация вроде бы с одной стороны простая, а с другой стороны сложная очень. То есть с одной стороны простая, а с другой стороны сложная, потому что все-таки у тебя два стата, ну один стат, он как бы сливается тупо одной обилкой, то есть это коил. Вся синяя энергия у ДК сливается тупо в коилы, больше ни во что. Ну иногда там, как он называется там, стилищая обилка такая. Я понял, да. Симулякро. Симулякро, да. В симулякро иногда сливается, ну и вроде как больше не в тупо. А, еще в антистант. Айс баунд. Ну да, айс баунд требует 20. Ну как бы это так. То есть чисто, ну грубо говоря все коилы уходят в демидж. Ну иногда можно подрубать конверсию и из конверсии сливает эту синюю энергию. Но это неприятно, этот демо срубает массу, но опять же ты хотя бы не умираешь. Ну да, 20 секунд начало игры. И посмотрим, может быть Фрид прислушался к нашим советам, что некротики стоит жать, а некротики обязательно стоит жать. Ему не нужно этими ударами вообще бить, а в шуту привива, когда я играл в шуту привива за ДК, я даже этот удар, я тебе скажу, я его даже не биндил. Потому что он в принципе не нужен. Лучше уже проуешать по всем, нежели бить с этого удара. 10 секунд на начало игры. А в ПХД, конечно, биндить его обязательно. Ну да, я согласен. Что ж, и у нас, друзья, финальный отсчет, появляется картинка. 5, 4, 3, 2, 1, go! Начинается у нас игра. Итак, Фрид, давай ты можешь, говорит Фрид, играет, видимо, замедляющую руну, потому что когда на прошлой арене у него сменилось зеленую стойку на красную, у него все, у него было почти 100% энергии, и все слилось. И Фрид закрепляется на амаге, причем как-то неплохо, ну вот как-то, ну вот все, у него уже должно быть 4 фиолетовых руна, прям 100%. То есть 4 фиолетовых руна, давай, возможно, что он с ней нажмет. А удар опять с дотами, ну зачем? Ну это он что-то делает уже не там, забей. Он нажмет с 2 фиолетовых руна, у него объективно было 2 фиолетовых руна, 100%. И он с нее нажал, вот этот удар, который, ну… Вяжетесь… О нет, он именно сильнее там. А, я понял, да. Смотрите, кстати, сейчас как по Фридурусу уезжают, у него используется есть муляк, потому что он интересный, он ловит, он ловит. И фулшип и трисфул, и у Фридов до сих пор проблемы, есть он пэта. Зеленую стойку в идеале было бы поменять, когда проблемы начались, но хилтай стоит, и дефрис еще есть, по идее должно хватить. Но Фриду надо отойти назад и спамить коилы или нет. Койл не спамят, но пэта у него сейчас убьют, потому что он его съедал, сам его находил. И, ну, Масфир еще на команде Фриде триморится, Маснова такая тоже снимается Фридемом. Вот как раз… Телеф номер с фулширей, а что-нибудь можно сейчас сделать с Пиро, там на Пиро налетает, в общем-то, много довольно-таки дэмэджа. Икротик заходит. Пара никара некротиков туда в него зашло, и сейчас еще и спамят… Но, опять же, АМС… Есть ли три секунды и нету? Нету АМСа, жмет он красную стойку в конце игры, но… Нет, все. Жаль. Жаль, но… Жаль, но… Команда Фридеруса уже не сможет пройти никуда. Вообще никуда. Да. Ну, опять же, сыграл на ДК он очень-очень слабо, объективно. Он именно… Может быть… Вот лично я, когда шел играть на ДК, я брал типсы, лу, там улез, то есть что жать, как жать, то есть когда лучше нажать. Он мне просто сказал, то есть это отбоев спамишь, там, например, ну замедлять это понятно, что с синей руной можно, пуржи тоже спамишь, и просто с фиолетовой руной там некротики, а эти удары вообще можно даже не жать. Я такой думаю, ну в принципе, да, зачем мне жать? Ну, ПКД понятно, ПКД ауешь не всегда можно, чтобы не сбивать контроль ханту. Угу. Поэтому по-любому забинить стоит. Ну, именно таргет дэмэдж давать пожестче. Угу. Ну, опять же, Павел, это был такой очень сильный уточнок. Две фиолетовых руны, это прям вот больно на это смотреть, что две фиолетовых руны уходят на удар, который бьет 25 тысяч, грубо говоря, а не на два некротика, которые вместе там, эти два некротика вместе, а то дэмэджа тоже те же 25 тысяч, еще повесят там некроты тысяч на 80, на 100, это минимум. И это уже, ну, уже придется выхиливать, а не, блин, как бы... Угу. Ну, понятно. Печально. Что, сейчас у нас будут играть команда Джаггермейстер Тим, в общем, уже такие матчи игры под счетом, как говорится. Ну, они так уже будут играть, наверное, как-то на пофиг, расслаблены. Ну, да, может там покажут, там, Фритур Смукина нам покажут, еще что-нибудь нам покажут. Посмотрим. Команда Джаггермейстер играть будет против команды Just in Time. И, в общем-то, через 2-3 минуты мы приступим к пикам и банам. Далеко, друзья, не уходите. Это Лига Арен. И сегодня уже предпоследний, предпоследний день группового этапа. И в синей группе потихонечку все решается. Да. Завтра решится уже абсолютно, абсолютно все. Далеко не уходите, друзья. Это Лига Арен. ВОСТОРЖЕННЫЕ ГОЛОСА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА